Новоковцы из разных страны наведали Гомельский государственный университет имя Франциска Скарыны. Тут пройшел форум «Славянская встреча 2018». Своими напрацовками и проектами делились мовознавцы, словисты, выкладчики ВНУ и школ, новоковые супрацовники музеев из Беларуси, России, Украины, Румынии и Молдовы. Усяго каля паусотни человек. Мероприемство наведала и наша здымочная бригада. Татьяна Сузанская – мовознавцы из Молдовы у Гомеля в Першиню. У Беларуси другий раз, ясно в детстве была в Бресте. Тому можно сказать, нашу краину открывает для себя наново. Кажет, что Международный навуковый и культурно-эдукационный форум – это не просто встреча однодумцев. Это умоцование сяброства помеж целыми народами. Очень впечатлена Беларусей, Гомельской гостеприимной землей, таким вот, каким-то порядком и стабильностью в Беларуси. И интерес к славянским встречам, конечно, и у нас в Молдове, и не только в Молдове, вызван прежде всего диалогом культур в нашем многокультурном мире. Организовали славянские встречи Министерство эдукации, Российский центр науки и культуры у Гомеля и непосредственно ГДУ имя Франциска Скарыны. Ключовое мероприемство форуму – Международная навуковая конференция «Славянская фразеология у свете компьютерных технологий». Удельники разглядели особливости уживания устойливых выразов, уплы у славянской фразеологии на замежные мовы. А так само проанализовали крыницы интернациональной фразеологии античного походжения, обмерковали особливости выкористания устойливых выразов у интернет-мемах и сучастных масс-медиа. Проанализовали онлайн-перокладчики для фразеологизма. В этом году мы решили немножко так осовременить нашу проблематику. И в рамках «Славянской встреч» мы организуем международную конференцию, посвященную изучению фразеологии славянских языков с точки зрения компьютерных технологий. Это новое направление, такое современное. Поэтому мы рады, что примерно одна треть участников – это молодые люди, студенты, магистранты, аспиранты, которых эта проблематика очень интересует. Селетний форум «Славянские встречи» стал шостым. Его основная мета – популяризация славянских мов и культур, умоцевание, взаиморазумение и сябровство помеж народами. Марина Джала, Олеся Розянкова, Игорь Марышченко, Телерадио-компания «Гомель».